Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за несоблюдение режима карантина и распространение ложных новостей. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. Если самовольное нарушение карантина привело к смерти одного человека, то оно может наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от одного до двух миллионов рублей. Если двух или более человек, могут быть наказаны пятью-семью годами лишения свободы или принудительными работами на срок от четырех до пяти лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, а срок лишения свободы – до трех лет. Если гражданином повлёк смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от полутора до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении приморца составили протокол об административном правонарушении. Но в связи с тем, что в действиях создателя фейка усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Между тем, примерно с середины марта в Приморье часто стали появляться фейки. Активно распространялась недостоверная информация относительно коронавируса. Часть из них относительно безобидны, другие наносят урон обществу и государству, провоцируя панику. В местных соцсетях и мессенджерах широко разошёлся ролик, на котором человек в защитном костюме рассказывал, что на предприятии в Уссурийске якобы заболели коронавирусом. Полиция нашла автора видео. Мужчине грозит административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее сотрудники полиции выявили факт распространения видеоролика с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией в городе Уссурийске. В отделе полиции Приморец раскаялся и публично принёс извинения за свою неудачную шутку. Автор нашумевшего видео не думал, что ролик, который он снимал в развлекательных целях, сможет напугать граждан и посеять панику. Добавим, вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах stopcoronavirus.rf и доступ всем.rf. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса – 8 800 22 00 112. Кроме того, информация доступна по хэштегу «Мы вместе». Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok